Всем привет! Сегодня я покажу вам на сайте CSDD примеры вопросов, которые, возможно, будут на теоретическом экзамене по категории C и также C95 код. Переходим на вкладку «Водитель автотранспорта» и в самом низу есть ссылка на онлайн-тест, CSN-тест называется. Слева мы видим, можно сдавать экзамены как на латышском, на русском, а также на английском языках. Давайте для начала я покажу, какие возможны вопросы при сдаче экзамена на C-категорию. Перед каждым экзаменом вначале дается три проверочных вопроса. В каком направлении вы поедете? Я поеду налево. С какой скоростью едет автомобиль? Автомобиль едет со скоростью 50 км в час. На спидометре это хорошо видно. Видео вопрос. Автомобиль какого цвета едет сзади? Ну, можно видеть, что сзади едет автомобиль красного цвета. После этого начинается теоретический экзамен. 35 вопросов, на это отводится 30 минут. На каком изображении пострадавший правильно размещен в стабильной боковой позе? Правильный вариант B. Разрешается ли перевозить пассажиров в грузовом автомобиле вне его кабины? Запрещается. Разрешается ли водителю грузового автомобиля в изображенной ситуации выполнять погрузо-разгрузочные работы в населенном пункте на одностороннем движении на крайней левой полосе? Разрешается только решением самоуправления? Разрешается в любом случае или запрещается? Я думаю, разрешается. Видео вопрос, как вы должны действовать в изображенной ситуации? Так, давайте посмотрим. Сигнал левого поворотника. Буду поворачивать налево в конце одностороннего движения. Сзади по правой полосе едет автомобиль, а слева микроавтобус будет поворачивать налево. Я думаю, третий вариант. Разрешается ли водителю грузового автомобиля совершать обгонный маневр в изображенной ситуации? Разрешается, если скорость буксирующего составляет менее 30 км в час. Что запрещает изображенный на рисунке дорожный знак? Дорожный знак запрещает движение транспортных средств в высоту от поверхности проезжей части, которые превышают указанные значения. Какую скорость вы выберете в изображенной ситуации, управляя грузовым автомобилем? Полная масса, которого превышает 7,5 тонн. Значит, я выезжаю из населенного пункта. Дорога вся заснеженная, поэтому мой вариант ответа будет второй. Если вы продолжаете движение, то скорость управляемого вами автомобиля не должна превышать 20 км в час. Разрешается ли водителю грузового автомобиля с прицепом разворачиваться для движения в сторону противоположное направление движения с правой полосы? Это вот один из примеров, который я показывал в своих видео, почему я разворачивался с крайней правой полосы на дороге, где две полосы движения в каждую сторону. Надо ли в изображенной ситуации, двигаясь прямо, показывать сигнал поворота? Я думаю, что не нужно показывать, так как я на этом перекрестке двигаюсь прямо. В каких направлениях разрешается ехать в изображенной ситуации? А и С. Изменяется ли угол зрения водителя транспортного средства после употребления алкогольных напитков? Угол зрения уменьшается. Какое воздействие на водителя транспортного средства может оказывать концентрация алкоголя в крови в пределах от 0,5 до 0,8 промилле? Все варианты ответа будут правильные. Как должен действовать водитель грузового автомобиля, пересекая перекресток? Должен уступить дорогу водителя трамвая. Как вы будете действовать, поворачивая на перекрестке налево? Я уступлю дорогу обоим водителям транспортных средств. Как вы будете действовать, поворачивая на перекрестке направо? Уступлю дорогу водителю. Как должен действовать водитель грузового автомобиля в изображенной на рисунке ситуации? Он должен проехать перекресток без остановки. Разрешается ли пересекать перекресток по полотну трамвайных путей? Разрешается. Время у нас на приборной панели 1846. Как вам следовало бы действовать в изображенной ситуации? Автобус останавливается возле остановки. Автомобиль слева проезжает. С перекрестка навстречу выезжает еще один автомобиль. Ага, и тут переходит пешеход. Нужно привлечь внимание пешехода и водителя автомобиля, используя звуковой сигнал и периодически переключая свет фар. О чем информирует изображенный дорожный знак? Дорожный знак информирует о том, что справа находится порт. Как должен действовать водитель грузового автомобиля, пересекая перекресток? Должен уступить дорогу водителю красного автомобиля. О чем предупреждает дорожный знак? О том, что на проезжую часть могут неожиданно выбежать дети. Как должен действовать водитель, если есть повреждения сцепного устройства, тягача и полуприцепа, которые во время езды могут вызвать разрыв сцепки? Я думаю, что третий вариант правильный. Разрешается ли на территории предприятия управлять транспортным средством без прав на управление транспортным средством? Конечно, не разрешается. Почему важно соблюдать безопасный интервал, обгоняя велосипедиста? Оба ответа правильны. Какой интервал рекомендуется соблюдать, объезжая велосипедиста? В городской среде не менее 1 метра, а за пределами населенных пунктов не менее 1,5 метра. На что указывает изображенный дорожный знак? Правильный вариант ответа номер 1. Разрешается ли обгон в изображенной ситуации? Обгон запрещается. Водитель какого автомобиля имеет преимущество при заезде за непрерывную дорожную разметку? Водитель грузового автомобиля. Как должен поступить водитель грузового автомобиля? Он выезжает с территории, поэтому он должен уступить дорогу и пешеходу, и водителю автомобиля. Как вы поступите, пересекая перекресток? Я пересеку перекресток первым. Как вы поступите, пересекая перекресток? Я пересеку перекресток третьим. Какие шины вы выберете, если хотите как можно больше сэкономить топливо? Обе шины приблизительно одинаково влияют на расход топлива. Какой из изображенных опознавательных знаков устанавливается на прицепе-полуприцепе? Вариант А. Что определяет изображенный дополнительный знак? Дополнительный знак запрещает обгон на участке дороги протяженностью 500 метров. Экзамен закончен. Правильных ответов 33. Экзамен сдан успешно. Смотреть допущенные ошибки. Давайте посмотрим ошибки. Как вы будете действовать, поворачивая на перекрестке? А, вот оно что. Я не заметил здесь светофор. Видите? Я поспешил, не заметил светофор. Поэтому не спешите на экзамене. Так, а что здесь? Кто имеет преимущество? Водитель легкового автомобиля имеет преимущество. А почему? У него стоит знак уступи дорогу. Вот это тоже из серии. Поспешил и невнимательно посмотрел на рисунок. Потому что это не полоса разгона. Я почему-то подумал, что легковой автомобиль выезжает на полосу разгона. Давайте теперь проверим, какие вопросы на C95-й код. Итак, три проверочных вопроса. В течение какого периода профессиональные водители должны пройти регулярное обучение? В течение пяти лет. Каков срок действия водительского удостоверения с пометкой профессиональной квалификации? Также пять лет. Когда вступает в силу требование о получении водителями категории профессиональной квалификации? Это легко запомнить 10 сентября 2009 года. 10.09.2009 И теперь теоретический экзамен на C-профессиональную категорию. 45 вопросов и на это дается 1 час. Какая из сил действующих на автомобиль более всего возрастает при увеличении скорости движения? Сила сопротивления воздуха. На какой из автомобилей при одинаковой скорости действует большее сопротивление воздуха? На автомобиль под цифрой 1. При движении на тягачи с полуприцепом цистерной риск опрокидывания будет меньше, если полуприцеп трехосный без сдвоенных колес. Каков гарантированный лимит ответственности ассоциации за одну ТИР-процедуру на территории Евросоюза? 60.000 евро. Дозволы ЕТНК могут быть правильными. По договоренности АТП специальным оборудованием для перевозки скоропортящихся продуктов питания считаются теплоизоляционные устройства, холодильное оборудование, механическое холодильное оборудование и обогревающие. В соответствии с соглашением АТП перевозятся замороженные продукты питания. Регистрационный журнал дозвола ЕМТК заполняется перед поездкой. Каким транспортным средствам для осуществления грузовых самоперевозок необходим сертификат на грузовые самоперевозки? Грузовым фургонам, чья полная масса превышает 6 тонн. Нужно ли вносить какие-либо пометки в накладную ЦМР, если водитель не принимал участие в погрузке груза? Если водитель не участвовал в загрузке и креплении груза, в накладной ЦМР делается отметка в пункте под номером 18 на всех экземплярах ЦМР. Каким транспортным средствам необходима лицензионная карточка для осуществления грузовых коммерческих перевозок по территории Латвии? Грузовым фургонам независимо от их полной массы. Из скольких экземпляров как минимум должна состоять накладная ЦМР? Накладная ЦМР как минимум 3 экземпляра. Обязательно ли в случае перевозки опасного груза с накладной ЦМР указывать сведения о нем в накладной ЦМР? Обязательно указывать. Почему при креплении груза обвязкой водитель должен размещать натягивающие устройства крепежных ремней поочередно по разным сторонам груза? Для того, чтобы груз с обеих сторон был закреплен с одинаковыми силами. Сделать соответствующие отметки о повреждениях в товарно-транспортной накладной и заверить ее отправителю груза. На кого распространяются правила Кабинета Министров, правила размещения и крепления груза при автоперевозках? На водителей. Какой способ крепления груза изображен на рисунке? На рисунке изображено крепление обвязкой или прижатием. Как определяют грузоподъемность автотранспортного средства? Из полной массы вычитают собственную массу. Что должен соблюдать водитель при перевозке сыпучих грузов? Груз должен быть накрыт укрывочным материалом. Груз должен быть насыпан в основном над колесами ведущей оси. Груз должен быть насыпан равномерно по всему кузову. Правильные ответы 1.3. Я думаю, этот вариант ответа правильный. Мощность, развиваемая двигателем автомобиля. Постоянная величина, указанная в техническом паспорте. При увеличении числа оборотов двигателя, мощность при полной подаче топлива возрастает. Блокировку дифференциала применяют при движении по дорогам, покрытым грязью. Тахограф фиксирует все вышеуказанное. Изображенная на рисунке подвеска автомобиля. Рессорная. Использование блокировки дифференциала улучшает проходимость автомобиля. Какова продолжительность регулярного еженедельного отдыха водителей транспортного средства, если перевозка осуществляется двумя или более водителями в соответствии с регулой? Двумя водителями я вот сейчас не вспомню, но мне кажется было так же, как и для одного водителя. Не менее 45 часов еженедельный отдых. Но возможно ошибаюсь, но отвечу 30 часов. Какова максимально допустимая продолжительность периода непрерывного управления транспортным средством в соответствии с регулой? 4 часа 30 минут. Какая информация должна быть указана на тахограмме перед ее установкой в аналоговый тахограф? Фамилия, имя водителя транспортного средства, место установки, дата. Нужно ли переключать режим работы тахографа, если производятся действия, не являющиеся вождением транспортного средства? Нужно переключать вручную. Должны ли водители транспортного средства, оборудованного аналоговым тахографом, менять тахограммы местами при передаче управления транспортным средством, если перевозка осуществляется двумя водителями? Должны менять. Должен ли профессиональный водитель обязательно иметь карту водителя для цифрового тахографа? Не должен. Кто возмещает ущерб в случае наступления страхового случая при обязательном страховании? Страхователь, застраховавший гражданской правовой ответственность, собственника транспортного средства. Можно ли, находясь за пределами Латвии, заполнять согласованное сообщение? Я думаю, что да, если это допускается законодательством соответствующего государства. Но только пусть только это дал согласие представить страховой компании, выдавшей поле социата. Ладно, пусть будет этот. Требуется ли вызывать полицию после заполнения согласованного сообщения? Это зависит от законодательства конкретной страны. Жидкость AdBlue применяется, чтобы уменьшить выбросы окиси азота. Жидкость AdBlue вводят в выпускной коллектор, перемешивают к дизельному, перемешивают к бензину. Первый вариант ответа. Какое из пораженных обозначений свидетельствует о том, что изделие содержит токсические и ядовитые вещества? Номер один. Действие водителя, внезапно увидевшего перед собой на проезжей части пешехода, тормозить. Какова причина изображенного на рисунке ДТП? Неправильно закрепленный груз. Имеет ли право инспектор аннулировать государственный технический осмотр во время контроля транспортного средства на дороге? Такое право есть. Какой из изображенных рисунков протектора используется на передних колесах грузового автомобиля? Рисунок номер один. Причиной столкновения тягача с полуприцепом чаще всего являются разные тормозные силы при экстремальном торможении. При движении в городских условиях автомобиль расходует больше топлива, чем при движении вне населенных пунктов. По всем перечисленным ниже причинам, кроме скорость движения в городских условиях, меньше. Как точнее определить норму расхода топлива автомобиля? Методом полностью заправленного бака при повседневной эксплуатации. Расход топлива автомобилем обычно меньше при использовании наивысшей передачи, кроме случая, когда при наивысшей передаче двигатель полностью нагружен. Экзамен закончен. Правильных ответов 41. Один экзамен сдан успешно, допускается 5 ошибок, смотреть допущенные ошибки. Ну да, вот такие ошибки немножко поспешил, где-то невнимательно прочитал вопрос или же ответ. Это очень самые такие распространенные ошибки. Времени, отведенного на экзамен, вполне хватает для того, чтобы посидеть, обдумать, никуда не спешить. Поэтому те, кто пойдут на теоретические экзамены, будь то С-категория или С-95 код, то не надо никуда торопиться. Внимательно смотрите на картинку или, если это будет видео, вопрос. Также внимательно читайте варианты ответов. Некоторые правильный вариант ответа в некоторых случаях можно понять, если немножко логически подумать, зачитывая каждый вариант ответа. Сейчас приведу вам примеры еще нескольких вопросов на теоретических экзаменах. Ускорю этот момент. Кто хочет, можете нажать на паузу, чтобы почитать, какие вопросы задаются, какие ответы. Но также и не забывайте, что в этом проверочном экзамене нету всех вопросов, которые есть в базе данных. При сдаче экзамена в Дирекции по безопасности дорожного движения вопросы будут отличаться. Поэтому повторюсь еще раз. На теоретическом экзамене никуда не торопитесь. Уберите ваше волнение, страх перед экзаменом. И внимательно читайте каждый вопрос. На моем примере, когда я сейчас пробовал сдать эти экзамены, то вы прекрасно видели, что несколько ошибок было допущено из-за невнимательности. Поэтому поставьте себе цель на экзамене, внимательно читать вопрос, внимательно смотреть картинку или видео, если это видео вопрос. Обращать внимание, знак, светофор, разметка, направление, движение, которые показаны на рисунках. Ну а на этом я заканчиваю свое видео. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях ваши вопросы, предложения. И удачи на экзамене. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok